Добрый день, зрители, подписчики, поклонники или наоборот критики канала Кохри Профессора. Вновь возвращаюсь к вам в нашей вот такой вот импровизированной серии лекций. Вижу, что вызывает определенный интерес, который действительно, вот мои размышления вызывают определенный интерес, поэтому решаю все время продолжить и поделиться новой порцией каких-либо мысленных своих умозаключений, дефиниций, связанных с теми или иными вопросами, связанными с такими категориями, понятиями, как национальность, этнос, государство, империя и так далее и тому подобное. Ну, все это в контексте, конечно же, истории Украины, но, однако, выходя из этого контекста, ну, в силу того, что наш канал вот связан с, в целом, с развитием, да, изучением национальных движений Евразии. Ну, вот сегодня, ну, хотелось бы, вот, опять же, отметить, что вот эти вот дефиниции, да, вот это вот научное, публичное, популяризаторское, идеологическое пространство, да, внутри которого идет вот использование, активное использование выше названных слов, да, ну, вот, национальность, нация, народ, этнос, государство, империя, вот, мне, как мне кажется, оно насыщено некими передергиваниями, противоречиями, манипуляциями. Когда мы хочем того или не хочем, используем те или иные, скажем так, дефиниции, ну, например, понятие нация, да, чтобы объяснить логику действий тех или иных, ну, там, деятелей той или иной эпохи, ну, вот, с позицией, допустим, национальной, да. Ну, условно говоря, казаки боролись за, вступали в войны с поляками, с кацапами, с россиянами, с турками, татарами, исходя из каких-то представлений о своем независимом государстве, да, о своем национальном развитии. Ну, вот, это не совсем так. Не совсем правильным мне считается определять взаимодействие, ну, вот, народов, допустим, средневековья или раннемодерного времени, да, вот, с позицией именно вот таких дефиниций, да. Мне кажется, важно и существенно поговорить о том, что представлял из себя вот международный политический порядок, который вот так же вот, ну, если мы говорим об истории Западной Европы, его принято называть вассально-синериальным порядком. Ну, однако, его отголоски, они были характерны для всей Евразии в целом. Ну, и вот поговорить о нем, да, и таким образом вычленить, мне кажется, ну, главную логику развития вот средневековых, скажем, государств, либо каких-то вот объединений племенных, либо этно-национальных объединений, либо религиозных, выявить истинные мотивы, да, и истинное, ну, скажем, видение ими вот ситуации, да, зачастую, которая противоречит логике развития национального государства, ну, вот, которое мы имеем сегодня для государства, которые вот начинают зарождаться там в каком-нибудь там девятнадцатом, ну, условно говоря, давайте, конец восемнадцатого века, да, и двадцатый век. Ну, вот, действительно, начнем с того, что, ну, в том значении, как сегодня, понятие нация, да, или народ долгое время не использовался, да, его, может быть, и вообще не существовало. Ну, вот, в таком вот этно-национальном развитии в литературе, в исторической литературе, в этнографической литературе принято выделять определенную периодизацию развития народов, да. Первый период, ну, я не беру там супер такую, там, как это, первобытную древность, когда мы вообще не можем такими понятиями апеллировать. Ну, вот, где-то появляется после неолитической, там, революции, становления ирригационных цивилизаций у нас появляются первые, ну, цивилизации, там, скотоводческие, земледельческие, да, с протогосударственными образованиями. Ну, и вот это был период, ну, скажем, когда господствовали, ну, этносы, да, вот, когда этническая, ну, не было национальной идентичности, скорее была этническая идентичность. Да, вот, появляются, ну, допустим, гунны, появляются тюрки, да, появляются славяне, вот, прежде всего, идет идентичность, идентичность ориентируется на такие вот этнические понятия. Понятия. Причем, ну, вот, я так думаю, что где-то уже в эпоху, ну, допустим, ну, поздней древности, средневековья, может быть, уже существовали и более такие вот специфические идентичности, кто-то там ассоциировал себя с тем, что мы можем там называть протонациями, да, ну, вот влияние на политическую жизнь вот этой вот, ну, этно-национальной идентичности была, мне кажется, вторичным, на мой взгляд, да, то есть не играла основополагающую роль, играли и другие факторы, да, ну, вот, в частности, во-первых, это религиозный фактор, то есть объединение вокруг той или иной религии, вот это было действительно основополагающее во многом характер политической идентичности, ну, и другой фактор, это вот, ну, я говорю об Украине, да, может быть, если мы говорим о Востоке, было бы более сложнее, но если мы говорим об Украине, это социальный фактор идентичности, то есть на образ поведения человека, на политическое поведение систем влияло то, с каким сословием себя ассоциировали те или иные общности. Ну, в истории Украины, например, казаки, да, вот, они действовали исходя из определенной логики, они считали себя привилегированным классом, равным воинскому шляхетскому классу в Польше или российскому дворянскому. Ну, соответственно, да, они видели, ну, прежде всего, может быть, польско-шляхетскому, да, они вот, как и поляки, ну, вот, воинское сословие шляхта претендовали на то, чтобы быть автономными в избрании своей власти. Вот понятие гетьман, да, которое ассоциируется с Украиной, ну, с казацкой Украиной, да, в основном это ж польское название, да, вот, коронный гетьман в польском войске, он равен герцогу, и это был командующий войском, да, которого избирала польская шляхта, да, вот такой был термин. Казаки также хотели избирать свою старшину, своих гетьманов. Ну, то есть политическая автономия. Дальше вопрос о, точно так же актуальной для польской шляхты, вопрос об льготах и привилегиях в занятиях промыслами, в обретении землями за службу и так далее, да. Ну, и вопрос статуса, да, особенно, ну, вот, актуальный для рядового казачества, ну, то есть, вот, ну, казаки в идеале хотели, да, и вот тут вот оперировала, кстати, московская власть этим, хотели, чтобы все те, кто назывался казаками и жил казацким обычаем, имели привилегии, вышеназванные шляхетские привилегии. Не всегда Польша на это шла, скорее не шла, да, это и вызывало истинную причину конфликтов, как мы увидим. Ну, вот, этносоциальная такая вот общность, да, с доминирующими религиозными социальными факторами политического поведения, да, вот, если мы говорим об эпохе средневековья, об эпохе какой-то вот древности, ну, мне кажется, что подобные термины, да, подобная характеристика, она действительно и для, ну, значительного, значительной части коренных народов Евразии, да, вот, ну, возможно, мы говорим тут не о некой социальной общности, а больше о племенной общности, либо какой-либо еще, вот я тут вот хожу по тонкой грани, и пускай и я, в принципе, настаиваю на том, чтобы коллеги-историки, да, вот, представители коренных народов меня поправляли, как вот назвать вот эту вот общность, догосударственную, этническую общность, да, вот, разных коренных народов. Ну, также там внутри действует представление об определенных автономных правах, на которые не может посягать, ну, власть, которая признавалась. Ну, и дальше уже у нас этап национального возрождения, осознание себя как нации, где-то там с конца 18 века, ну, других народов по-разному, ну, появляется у представления о ценности, да, национального чувства о важности национальной культуры, языка, истории и так далее, да, но еще нет такого особенного стремления к независимому государству, да, есть уже нации, но есть представление о том, что нации, в принципе, могут взаимодействовать и жить в мире в одном государстве с другими родственными нациями. Ну, вот Кирилло-Мефодьевское общество, да, украинское, в принципе, вот, считало, что лучшим развитием для той же самой Украины является, ну, вот, объединение автономных, свободных наций славянских, польской, украинской, русской, белорусской, в единую конфедерацию с центром в Киеве, да, вот. Ну, то есть, потом подобные идеи развивал, ну, в частности, такой вот мыслитель украинский, как Драгоманов, да, вот, поскольку большая часть украинских земель была в составе Российской империи, то он считал, что Россия должна, по заветам Карла Маркса, стать, ну, государством безначалья, ну, как он говорил, да, то есть, государством, где построен был социалистический уклад, и он подразумевал отмену государства как аппарата насилия, ну, и появление громад, да, которые, ну, как советы, да, у большевиков, в самоуправляющиеся такие вот органы, которые между собой взаимодействуют, да, таким образом, формируя новую справедливую политическую реальность. Это он называл демократией. Ну, и в такой вот цветущей демократической, социалистической России не может быть, она не может быть тюрьмой народов, и та же Украина автоматически, как и другие народы, получают автономию. Ну, вот такой вот проект, насколько я понимаю, там, для последней четверти девятнадцатого, там, какой-то там первой четверти двадцатого века, он был популярен и у других народов. Ну, и, наконец, этап уже политической нации, когда нации выходят, ну, скажем, за границы вот такого вот самолюбования, да, самовосхищения вот своей культурой, и уже ставят вопрос о появлении национальных государств. Методом прот, проб и ошибок приходят к тому, ну, вот к этой идее, что любой имперский демократ заканчивается там, где начинается национальный вопрос, что вот лучшей формой существования любой нации является государственная форма. Ну, о тех будущих, да, о национальных этапах мы еще поговорим. Сегодня хотелось бы сосредоточиться на донациональном этапе, вот таком вот очень специфическом, очень труднопонимаемом, да, и манипулятивном в этом смысле системы политических взаимодействий, которые мы должны обязательно рассматривать, говоря об современных отношениях, да, почему сформировалась вот такая вот система, которая существует и поныне. Ну, вот я уже сказал, да, что в древности, в эпоху Средневековья и в раннее модерное время, несмотря на то, что существуют представления о себе, ну, даже вот как там слово «Украина» появилось впервые, упоминалось в летописи в 1187 году. Ну, слово «Украинец», возможно, использовалось как обозначение и самообозначение народов, ну, я не знаю, там, в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м веках. Ну, я думаю, у других народов то же самое, да, может быть, плюс-минус там вот было с названиями, ну, они там варьировались, да, тюрки, турки, условно говоря, и так далее. Ну, вот к чему я веду, да, вопреки, ну, тому, что вот это вот самосознание уже присутствовало, я, как я уже сказал, оно не было давлеющим, да, оно не влияло на принятие решений для украинцев. Важнейшим фактором был религиозный фактор, их принадлежность к православной культуре, однако и тоже, возможно, были варианты, ну, и, наверное, давлеющий, главнейший фактор, это фактор вот этой вот социальной идентичности. Что такое политический порядок, в котором национальная идентичность не является какой-то уж серьезной такой себе мотивацией для действий? Ну, вот я сторонник той теории, вот есть вот такая теория, что вот Геродот в четвертом томе своей истории, которая называлась Амельпоменом в честь музы театра, он описал, ну, разделил скифское общество, которое он описал в этом томе, на четыре таких вот прослойки, это царские скифы, скифы-кочевники, ну, в общем-то, это хрестоматийная такая версия, ну, а потом он еще называет две скифы-орачи, ну, или скифы-земледельцы. У кого-то они выделяются в две, у кого-то объединены, ну, и вот откуда эти вот загадочные скифы-земледельцы? Ведутся споры, в принципе, территория их расселения, она приблизительно, это уже не степная зона юга или востока Украины, при Черноморье, там, и так, при Азовье, это туда уже на север, в район, ну, там, Поднепровья, в том числе Киевская, Черкасская области и так далее. Ну, вот моя теория заключается в том, что это, скорее всего, автохтонное, протославянское население, которое вот тут жило, мигрировало и так далее, которое вело традиционный способ для славян жизни, то есть вот какое-то вот огнево-богнево, да, как это, огненно-подсечное земледелие. Ну, вот поскольку для них национальный фактор не играл такой вот основополагающей роли, они просто, когда скифы зашли на эту территорию, такой активный, воинственный, сильный, кочевой народ протейранский, то, скорее всего, ну, это моя уже точка зрения, да, вот эти вот протославяны просто приняли власть этих скифов, не видя в этом ничего для себя проблемного. Напомню, да, вот принятие власти одного народа над другим становится, ну, такой вот психологической серьезной проблемой с ростом национального самосознания. Ну, мне кажется, тогда они без проблем приняли, не эти, так другие. Скифы давали им защиту, давали им покровительство. Взамен эти вот протославяне приняли, ну, в традиционные, я так понимаю, для того периода такие вот наличествующие такие вот ритуалы, они приняли название народа, власть которого признали, то есть они ставили скифами, ну, и платили дань за вот эту вот защиту. Ну, такой вот, не знаю, цивилизованный, не цивилизованный рэкет, да, можно сказать. Ну, и вот так вот появились у Геродота, который, возможно, и не разбирался до конца в системах вот этих вот взаимодействий, да. Вот так вот и появилось представление о скифах земледельцев. Ну, вероятно, что подобная история имела место и в период гуннского завоевания, ну, вот, обширных евразийских пространств. Ну, вот уже тогда, это первые века нашей эры, на территории Украины действительно жили славянские племена, известные как... Ну, вот, в византийских и в римских источниках, как Анты, Винеды, Склавины и так далее. Вот, вероятно, что, ну, есть такая теория, что они, в принципе, приняли власть, добровольно приняли власть гунов, взяли их самоназвание, были данниками, участвовали в их походах. Вот, отображение, такое мифическое отображение вот этого взаимодействия, ну, тут надо изучать, я не буду спорить, может быть, моя теория и не верна. Вот, какое-то мифологическое отображение вот этой теории мы находим, по-моему, автор такой был, писатель, и вот, вот, не вспомню, Игорь Билык, может быть, так, написал книгу, возможно, поправьте ее, если я ошибаюсь, точно ошибаюсь. Здесь книга называлась «Меч ареи», и там вот описывается, что вообще не было никаких вот этих вот пришельцев из глубинной Азии, были только лишь славяне, которых возглавлял киевский князь Атила, не Атил, не Атила, да, как у гунов, а Гатила, и вот он совершил вот эти вот походы. Ну, это, опять же, такая, ну, скажем, литературная мифологема, а не история больше. Ну, вот, вероятно, тогда шло активное взаимодействие с кочевыми тюркскими народами, ну, и вот мне часто мои гости, мои друзья, мои хорошие знакомые с коренных народов говорят о том, что украинский народ в своей символике, в своей мифологии, ну, есть определенные такие вот наброски тюркского влияния, там, цвет флага, да, особенно голубой, да, цвет тенгрианства, да, если так вот углубиться, вот он, ну, вот, отобразился в украинском флаге и так далее и тому подобное. Ну, возможно, вот на этом этапе и шло вот это вот активное взаимодействие, когда славяне, ну, не то, что не ценили, да, своей идентичности национальной, да, вот опять мы можем в такую ошибку, да, осуждений впасть, да, но не было основополагающим фактором, да, любой народ, особенно земледельческий, в принципе, спокойный, мирный, опять же, не хочу впасть вот эту вот там народ-хоббит, да, народ с определенной, с определенным воинским потенциалом, да, с определенной политикой, но все-таки искавший для себя, ну, считавший для себя выгодным найти себе мощного международного покровителя. Вот на этой, в принципе, теории базируется, ну, почему именно славяне могли быть данниками гунов, потому что воевали против готов, и война против готов, как описывает готский историк Иордан, она была, ну, вот такого принципиального геноцидного характера, да, и анты, или славяне, правда, славяне остро нуждались в поддержке, которую им оказали тогдашние гунны. Ну, тут трудно спорить, вопросы эти требуют дополнительного изучения. Ну, и вот эта вот система, она развивалась, 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 вот она была характерна, вот на ее основе сформировалось представление о вассально-сеньореальных отношениях. Да. Причем мы говорим о Европе, благодаря фильму, там, или сериалу «Игра престолов», вообще вот это вот, вассалы-сеньоры больше ассоциируются с Западом, нежели с Востоком. Но мы имеем определенную систему взаимодействия, да, вот в эту эддо-национальную эпоху. Ну, было несколько государств, которые пользовались полным суверенитетом государственного образования. Ну, чаще всего они выгрызали это право называться таковыми, ну, благодаря каким-то вот сильным личностям, правителям. Ну, там, империя Карла Великого, допустим, да, вот. Появляется слово империя вообще, да, вот. То есть, империя – это государство, стоявшее, ну, такой прообраз Римской империи, да, вот, стоявший выше, ну, обычных, там, даже королевств, княжеств. Императоры и их наследники имели право объединять, присоединять к себе вот эти вот анклавы. Вот. Ну, присоединять, опять же, не в том смысле, что создавать на их основе какой-то вот федеральный окон, да, вот. Тогдашнее присоединение или взаимодействие, оно имело очень специфический характер, о котором мы уже говорили, да, вот. Вот. Синьор является высшим правителем. Ему, ну, вассалы клянутся ему служить. А в чем заключалась их служба? Ну, это вот мы говорим и о украинских, русских князьях, да, времен Киевской или Руси, и Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Ну, и о других государственных образованиях. Вот. Мне кажется, наиболее так вот полна вот эта вот система, наиболее последовательно она воплощалась, если мы берем восточную Европу, в отношениях между Османской империей и ее вассалами, такими, как Молдовское княжество, Трансильвания, либо Крымское ханство. Ну, то есть, существовала система, когда вассал действительно признавал власть своего сеньора. В свою очередь, сеньор гарантирует, ну, да, вассал обязан был прежде всего прийти на зол сеньора с каким-то там воинским формированием, если тот собирался, верховная власть собиралась вступить в войну. Ну, и вот, поскольку считалось, и это, наверное, справедливо, что сеньор дает защиту и международное покровительство вассалу, ну, это стоит чего-то, поэтому платилась денежка, дань за это, да. В ответ сеньор был обязан, ну, вот, не вмешиваться в процесс формирования власти у вассала, который формировался, исходя из установленных в общности, ну, в вассальной общности системы передачи власти. Это могла быть династия, да, как в крымском ханстве, да, династия Гиреев, да. Турецкий султан мог, ну, я думаю, влиял, да, конечно, мы имеем дело с реальностью циничной, но все равно не мог вот прямо влиять, да, и назначать, там, ханов, да, все равно Гиреи передавали власть по наследству. Ну, либо же это могло быть, как в казацких анклавах, да, какая-то выборность власти и так далее и тому подобное. Ну, то есть, для вассала было характерно право политической автономии, право заниматься, ну, промыслами, доступом, ну, вот, определенные виды деятельности господарчей, хозяйственной, они были связаны именно, ну, являлись, принадлежали вот вассалам, ну, для казаков, которые, вот, были, там, в составе речи посполитой признавали власть московского государства, либо османской Турции, да, это всегда соляной промысел, допустим, это всегда изготовление горилки, ну, то есть винокурни, ну, и так далее. Для других народов, я так думаю, что это, вот, занятие традиционным, ну, кочевым, либо отходническим промыслом, да, либо, вот, добывание шкур и так далее и тому подобное, да, обогащение за счет продажи этих шкур на рынках, либо, ну, вот, приблизительно такая, могу где-то ошибаться. Ну, и третье, да, это, вот, право считаться, ну, определенной привилегированной общности, да, да, то есть вассал, он не является рабом сеньора, да, он является, ну, или совокупность все сообщества, признавших верховную власть вассала, ой, сеньора, так или иначе, они все равно пользуются, ну, уважение, должны чувствовать уважение со своего, со стороны своего, его уважение к своим правам со стороны своего господи, да, вот, такая вот система начинала действовать. Ну, и вот, исходя из такой системы, мне представляется, мы должны оценивать, ну, допустим, ну, как, все движения, телодвижения тех или иных правителей, тех или иных казацких гетьманов, да, тех или иных ханов евразийских народов, да, которые признавали тех или иных вассалов, причем, вот, я так понимаю, что не было, ну, как бы, когда вассал тебя предает, вот, сеньор должен был и на себя пенять, да, он должен был анализировать, в чем вассал мог, ну, считать, что вассал мог считать нарушением своих прав, что сподвигло ему менять себе господина. Ну, вот такая вот система, что касается украинского народа, да, то вот мы имеем дело, что, ну, вот, верховным правителем сначала была в 9 веке, допустим, Баряжская династия, потом ее значение, Рюрикович, да, ее значение где-то возросло, где-то наоборот снизилось, далее у нас период феодальной раздробленности, и, далее, монгольское завоевание, ну, не буду говорить там, о, это отдельная сторона вопроса, да, вот, военная история, да, почему там, стоит ли монгольского завоевания называть геноцидом, либо не стоит, либо это вот такое вот преувеличение, либо нет, ну, не буду эту тему развивать. Далее у нас идет, вот, период, когда Золотоордынский хан становится главным сеньором для, ну, киево-русских княжеств. Далее, ну, Золотая Орда слабеет, вот, это у нас 14-й, 15-й век, ну, вот, она распадается, ну, украинские земли признают, князья украинских земель, да, или Киево-русских земель, признают себя вассалами Великого княжества литовского, в том числе это делают и некоторые, когда-то, шне, Золотоордынские мурзы, ну, например, вот, известный род Бельских, который в 14-й веке признал сначала, вассальную зависимость от Великого княжества литовского, а потом Великого княжества московского спровоцировал тем самым войну между Литвой и Москвой, ну, это отдельная, вот, история. Ну, а потом, вот, Речь Посполитая, потом уже Казацкая Украина, и которая, вот, также активно себе постоянно искала вот таких вот покровителей в лице той же Польши, с которой заключала, перезаключала договоры с Московией. И, 1654 год, Переяславская Рада, вот, трактуется именно в контексте данных событий. С Османской Турции, Корсунские статьи Бьетмана Петра Дорошенко, по-моему, 1669 года. Со Швецией, там, союз с Мазепой, да, 1708 года. Ну, и видим, что казаки были в своем праве. Они считали, что ничего такого страшного они не нарушают, что, там, переход от одного сюзерена к другому, он был, ну, он обуславливался тем, что, по их мнению, сюзерены нарушали, системно нарушали казацкие права и привилегии. Ну, я их перечислил. Политическая автономия, что там еще. Право свободного занятия промыслами, право, ну, вот, на уважение, да, как привилегированному воинскому сословию. Ну, к чему я веду? Вот тут вот момент манипуляции, да, вот, опять же, 1654 год, это, вот, Переяславская Рада, типичный договор, от которого казаки потом сто раз отказывались, когда Москва по тем или иным причинам шла на другие международные решения, которые не нравились казацкому войску. Первым отказался еще Богдан Хмельницкий, после того, как Москва и Польша в 1656 году за его спиной заключили Виленское перемирие, то он отказался, а вот этого союза фактически начал искать себе новость. У ЗРН разыгрывать новую, такую вот дипломатическую карту не успел, умер. Потом будет у нас Турция и Петра Дорошенко и так далее. Ну, естественно, что с точки зрения имперской идеологии важно было представить уже в XIX веке вот это вот событие, как эпохальное 1654 года, Переяславская Рада, да, это присяга на верность московскому царю со стороны казацкой старшины во главе с Богданом Хмельницким. Представили, как момент объединения двух братских народов, наполнили все эти события вот этими современными вот этими моральными характеристиками зрада-незрада, предательство-непредательство, вероломство-невероломство, демонизировали всех, кто действовал абсолютно другой логики, ну и так вот пошла вот имперская история. Уверен, что вот, дорогие друзья, дорогие мои зрители, что вы найдете множество аналогий исторических в истории своих народов. Калмыкия, вот все я пытаюсь сесть за перевод, не нахожу времени, вот нашел одного английского путешественника 18 века, который вот путешествовал по Луганщине, по моему родному краю, да, и вот он там описывает достаточно подробно жизнь Айрата Калмыков, которым эти земли в определенный период были даны царским правительством для кочевий, да, за то, что ну вот действовал вот этот вот формальный вассально-синериальный договор, и вот, ну если для казаков было важно заниматься там определенными промыслами, то тут я вижу, что Айрата Калмыкам было важно сохранять свой хозяйственный уклад, да, и, ну в принципе власть, то имперская власть, да, вот она хотя и считалась московская, да, верховным правителем для Айрата Калмыков, да, однако это мы видим действие сугубо вот этого договора. Ну, возможно, я уже вторгаюсь на вашу зону, да, и где-то трактую не так, тут вот я хотел бы извиниться. Ну, вот, собственно, я хотел бы какова еще раз заявляю цель моего вот этого сегодняшнего сегодняшней лекции, ну, показать истинную сущность тех взаимоотношений, убрать, да, вот эти все морально-идеологические оценки, да, контексты предательств, контексты того, что это какие-то были союзы вековые, исторические, национальные, что там, разделяя русский и украинский народ, мы разделяем, рвем по-живому, живого и не было никогда, да, были конкретные политические расчеты и так далее. Ну, за сим на сегодня все, далее будем прогрызаться уже в идеологическо-имперскую историю, спасибо за внимание, я ценю вашу поддержку и ваш интерес к моему каналу и к этим лекциям, до новых встреч, счастливо, ваш профессор.